Верховная Рада сегодня занялась сепаратистами и судьями. Последних ждет люстрация, а в сессионном зале разгорелась самая настоящая драка. О сути сегодняшнего дня наши корреспонденты. Вот таким приветствием встречают депутатов-предпринимателей с приграничных областей. Уже в который раз они требуют отменить утилизационные сборные импортные машины. Рядом с ними и вот такой перформанс. Тут призывают принять закон о люстрации судей. Деза этого закону это создание специальной следственной комиссии, которая расследует все факты порушений судьями под час массовых акций прав человека, в частности вынесения неправдивых выроков. А в Раде журналисты охотятся за главным регионалом Александром Ефремовым. Вчера бывший однопартиец Владимир Ландык напрямую обвинил его в поддержке сепаратизма в Луганской области. Я вас прошу не распространяйте ложь. Потому что когда я прихожу в Верховную Раду и все журналисты заряжены с утра только на одну тему, то я понимаю, что это идет заказ. Ряды белосиних рядеют. Сегодня заявление о выходе из фракции и партии регионов подали 14 человек. В том числе Сергей Тегибко и бывший представитель президента в парламенте Юрий Мирошниченко. Я сделал все, чтобы мы получили единство страны. Чтобы мы вызнали те ошибки, мягко говоря, а отверто говоря, правильную, которую имеет партия. Политическую правильную. И, к сожалению, я не вижу своего места. Заседание Рады начинается с обсуждения событий в восточных областях. Лидер коммунистов неожиданно обвиняет националистов в том, что это они научили радикализму жителей восточных областей. И вообще служат России. Все делаете для того, чтобы запугать людей. Вы арестовываете людей. Вы ведете и развязали борьбу против инакомыслия. Я считаю... Схватка у трибуны завершилась почти без жертв. Царапинами на щеке свободовца Юрия Михальчишина, от ногтей коммунистки Оксаны Калетник. Мы сегодня были свидетелями Демаршу, которые спрямованы на подрыв нашу территориальную ценность и незалежность. Это было, к ним нужно было припинять. Обиженные коммунисты покинули зал. А оставшиеся депутаты проголосовали за ужесточение наказания за преступления против нацбезопасности Украины. За шпионаж до 15 лет, за измену родине пожизненное. За 231 решение принято. На вечернем заседании работа пошла живее. Буквально за час приняли закон об амнистии тех, кто совершил нетяжкие преступления. В первую очередь несовершеннолетних, беременных женщин, пенсионеров и родителей малолетних детей. Проголосовали и за отмену утилизационного сбора и акциза за переоборудование машин. А вот закон о люстрации судей дался непросто. Аж в третьей попытке. Будут звільнены все головы, заступники голев судей. Так само все члены высшей Рады юстиции и члены высшей квалификационной комиссии. Результаты голосования на площади перед Радой встретили ликованием. И провожали депутатов уже совсем другими словами. Молодцы! Молодцы! Валентина Левицкая, Ирина Баглай, Инна Жмут, Ольга Клюева. Подробности, телеканал Интер.